Приветствую самых близких к нашим людям. Хорошо, что вы. Да, спасибо. Уважаемый Антон Андреевич, полуправительство здесь, белорусского правительства, говорит о том, насколько вы близки нам и насколько мы заинтересованы в развитии сотрудничества между Белоруссией и всегда близким для нас российским регионам. Поэтому позвольте мне искренне вас приветствовать на белорусской земле. Хорошо, что вы у нас бываете, по-моему, третий раз вы у нас. Это очень важно тоже и показательно. Я думаю, что, несмотря на то, что третий раз, есть что посмотреть в том плане, чтобы определить дальнейшие шаги, спланировать дальнейшие шаги в наращивании наших отношений. Вы, как никто другой, знаете, что в Белоруссии, Калининградской области, древнее, можно сказать, недавнее, древнее прочное отношение во всех сферах. Экономики, культуры, науки, транзите, образования. Да и родственники у нас практически все, поэтому вы нам очень близкие люди. И я убежден, что нынешний приезд станет очередной вехой закреплений наших достижений во всех областях, которые я только что назвал, и расширения долгосрочного сотрудничества. Уверен, со мной согласитесь, что предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение, помните, грузов, железнодорожным, автомобильным транспортом, как из России, так и из Белоруссии. Эта попытка была обращена на провал. Сейчас мы в этом абсолютно убеждены. Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится. Но это опасно. Это опасно, потому что это уже экономическая война. И не только экономическая война, которую нам безумцы эти известные пытаются объявить России и Белоруссии не первый раз. Потом пусть не обижаются. Притом мы же никому не угрыжаем. Мы просто блюдем наши интересы в Белоруссии и России. Пока с трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки. Но бесконечно это просто продолжаться не может. И поэтому руководство, руководство подчеркиваю, балтийских государств, да, наверное, и Польша должна это прекрасно понимать. Мы эти сложности преодолеваем. У нас накоплен определенный потенциал как в промышленной сфере, особенно в производственной кооперации, так и в области других направлений сотрудничества, гуманитарной, сельского хозяйства и так далее. При этом мы можем значительно прибавить. Возможностей у нас предостаточно. Мы подошли к 500 миллионам долларов товарооборота. Это неплохая цифра, но можем больше. В рамках новых инфраструктурных проектов наши предприятия готовы участвовать в процедурах закупок и грузовиков, и сельскохозяйственных, дорожных, коммунальных, строительных машин. Можем предложить высокотехнологичные станки, комплектующие. Словом, мы открыты для того, чтобы вы могли изучить наши возможности и предложить дальнейшие пути сотрудничества. Знаю, что нужны и троллейбусы. Строители наши хорошо знают. Калининградскую область работали, работают на объектах. Если удовлетворяет вас, мы готовы и дальше продолжать работать. И в аграрном секторе у нас подвижки приличные. Я помню, некоторые времена мы проводили с Владимиром Владимировичем учения масштабные. И тогда мы с ним были в Калининградской области. И сверху мне удалось на очень низкой высоте посмотреть, что такое Калининградская область. И как человек деревенский я обнаружил, что в плане аграрного направления это просто клондайк, где очень много работы и где можно поработать. Вы знаете наши продукты питания. С маркой изроблена в Беларусь. Правда, начали очень серьезно и много раз мы сталкивались с этим подделывать под этот бренд. Поэтому нам придется и здесь поработать. Но продукция аграрного сектора неплохая. Продукты питания хорошие, пользуются спросом в России. Уверен, что и в Калининградской области. Знаете наши возможности агроэкотуризма. Наших санаториев. Поэтому всегда будем рады вас видеть в Беларуси. Мы открыты, еще раз подчеркиваю, для сотрудничества с российскими регионами. Особенно с Калининградской областью. Поэтому любые ваши пожелания, на которые мы способны, мы готовы вместе работать. Хорошо, что вы приехали. Я думаю, вы лишний раз убедитесь в том, что мы готовы трудиться в направлении нашей западной области, оплота острова нашей безопасности. И все, о чем мы договоримся, я вам обещаю, будет в срок и даже досрочно выполнено. Все министры, которые будут заниматься этими направлениями, здесь присутствуют. Мы примем соответствующее решение. Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Позвольте вас сердечно поблагодарить за предоставленную сегодня возможность личной встречи для меня и для всей нашей делегации Калининградской области. Это большая честь. Хотел бы отметить теплый дружественный прием на белорусской земле, искреннее гостеприимство, традиционно оказываемое калининградской делегацией. И рад тому, что мы смогли возобновить двусторонние визиты после того ковидного перерыва. Последний раз действительно мы встречались в 2019 году. Но сотрудничество нашего региона с Республикой Беларусь, с областями белорусскими имеет прочную основу. И для нас, конечно, надежными партнерами являются регионы Беларуси. Наш регион активно работает с Гродненской, Гомельской, Витебской, Минской, Брестской областями. Сегодня в рамках 18-го заседания Российско-Беларуского совета будет заключено соглашение о сотрудничестве с Могилевской областью. Свой визит калининградская делегация начала с торжественной церемонии возложения венков к монументу Победы в центре Минска. Это символ нашей общей памяти о подвиге наших братских народов в борьбе с нацизмом в Великой Отечественной войне. Совсем недавно, 9 мая, вы вместе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным встречали День Победы на Красной площади в Москве. Нам, конечно, очень важно помнить, чтить нашу общую историю, особенно сегодня. Вы сказали, Александр Григорьевич, про недружественные действия со стороны США, со стороны Евросоюза. И, несмотря ни на что, эти действия не могут сломить и изменить нашу память, не смогут сломить нашу уверенность в своем праве самостоятельно определять пути развития наших стран и наших народов. Вы сказали про транзит. Это, конечно, просто надругательство над правилами ВТО, вообще над международными договоренностями. Я напомню, когда Прибалтика вступала в ЕС, они давали юридические гарантии того, что калининградский транзит будет обеспечен и не будет их никогда к этому препятствовать. Действительно, в прошлом году, несмотря на то, что их санкции практически полностью закрыли этот транзит, мы смогли, благодаря усилиям нашего Министерства иностранных дел, администрации президента, отбить достаточно существенные объемы. Все-таки мы везем аграрную и ряд другой продукции, автомобильным транспортом, ЖД-транспорт, все еще функционирует достаточно активно. И здесь были найдены быстрые пути, переориентирован часть товарного потока на порты в Ленинградской области, в Петербурге, и в том числе белорусские товары активно везутся морским путем.